Здравствуйте! Вы смотрите программу Квовадис Камагридеши. Это заключительный эфир 2013 года, поэтому мы решили его сделать не совсем обычным. В этой студии в течение года побывали лучшие люди страны, которым небезразлична ее судьба. И сегодня мы вспомним самые яркие фрагменты нашей передачи. И начнем с самого первого эфира. В этой студии мы смотрели телевизионную версию спектакля «Мать Иисуса» по пьесе замечательного драматурга Александра Володина, которой поставила режиссер Елена Цыплакова. Этот спектакль вызвал широкий общественный резонанс. «Видишь, сын мой, что творится? И сестра моя побежала куда-то, в какое-то место. Знаю, почему она бежит отсюда. Чтобы я не увидела ее погибель. Хорошо, что не увижу. Не увижу, как один будет торговать твоим именем. Не увижу, как другой будет потешать римлян. Не увижу. Выходит, фарисей был прав. Осталась я одна. В пустом доме. Точно. Ну, что делать? Надо жить. Надо ждать. Может быть, и ты вернешься. Сын мой. Вспомнишь дорогу в родной дом? Неведомы дела твои. Только знай. Я жду тебя. Я долго могу ждать. Сколько нужно. Явешься. А я дома. Я здесь. В пьесе, на самом деле, заложены очень глубокие мысли, дают возможность размышлений. Эта пьеса подвигает к тому, чтобы люди начали читать Евангелие. В процессе спектакля, когда его смотришь, думаешь. Думаешь над евангельскими событиями, думаешь над тем, что видишь на сцене, думаешь над происходящим. И мне кажется, это очень важно в современном искусстве, чтобы искусство пододвигало зрителя к размышлениям и к размышлениям именно на тему Евангелия. Потому что мы хоть и называем себя православной страной, но даже не то, чтобы читать, но даже держать в руках Евангелие доводилось, к сожалению, в нашей стране немногим. И это следует признать. И я считаю, что этот спектакль очень полезен современному зрителю, именно российскому зрителю. Вы знаете, когда смотришь этот спектакль даже просто на экране монитора или телевизора, он захватывает. А что происходит в зале? Я знаю, что «Матушка София» была на премьере спектакля. Вот как люди, которые пришли смотреть эту постановку, реагировали на происходящее? Вот первое, когда я вошла в зал, меня поразило. Зал был набит битком. А зал не маленький, там достаточно большой театр. Он был полностью… И я опять-таки посмотрела на категорию зрителей. Это не были бабушки в платочках. Это была интеллигенция, что меня больше всего поразило. Лучшая русская провинциальная интеллигенция. Было много детей. И когда я сидела в зале, я уже не обращала внимания, когда шел спектакль, чем живет зал, я жила спектаклем. А вот когда спектакль закончился, и я, выходя… Ну, я, конечно, посмотрела на публику, мне же очень интересно, как она реагирует. И когда я видела слезы на глазах у взрослых людей, это дорогого стоит. Вот была атмосфера какого-то единения. Вот это историческое событие. Я рад, что сейчас среди нас находится Николай Петрович Бурляев. И вот вы, наверное, как никто, знаете, сыгравший, кроме всего прочего, и Ешу, о представлении Михаила Фанасьевича Булгакова, о Христе. Каково это? Выходить на сцену, стоять перед камерой и играть вот такие образы. Как к этому относиться? Как к этому подходить? И можно ли это вообще? Вот то, что делает сейчас Лена, это единичные поступки, но они нам показывают, о чем нужно говорить людям вообще со сцены. Книжные бестселлеры прошедшего сезона «Несвятые святые» отца Тихона Шевкунова и «Небесный огонь» Олеси Николаевой перевернули современный книжный рынок. Авторы и восторженные читатели собрались в этой студии, чтобы рассказать свои невероятные истории и свидетельствовать об удивительном чуде промысла Божия в жизни человека. И как замечательно, что вот эти книги как-то параллельно существуют, они ни в коем случае не повторяют друг друга, но в них есть вот какая-то симфония. Вот как так получилось, как так происходит? Я думаю, что это совершенно закономерно и имеет, конечно, свои объяснения. Потому что и отец Тихон, и я, мы принадлежим к одному поколению людей. Мы выросли в богемной среде, потому что отец Тихон учился во ВГИКе. Он был самым блестящим студентом сценарного факультета ВГИКа. Это мне рассказывали уже его соученики. А я училась в литературном институте, вот мы с моим мужем выросли в литературной среде, такой, в общем, диссидентской среде, богемной среде и среде не церковной. То есть вокруг меня вообще никаких не было церковных людей. Я думаю, что и около отца Тихона. И поэтому, когда вот Господь стал закваску свою бросать в наше поколение, и когда он нас вот неведомыми путями разными привел в монастыри или в скиты, и мы увидели вот эту нашу Россию подлинную, настоящую, которая ничем не была уничтожена, которая ни атеистической пропагандой, ни кровавыми гонениями, ни какими-то такими пропагандистскими клеветническими трюками, ничто это не было уничтожено. Она жила, и она живет до сих пор. Отец Владимир, вы каким образом принимали участие в создании книги? Как критик, как советчик. Я хочу, да, напомню, что вы тоже один из героев этой книги. За это Олеся как раз критикует, что что-то она там пишет про своего мужа, вот его как-то рекламирует или еще что-то. А вы нуждаете в рекламе? Вот именно, я даже не знаю. Просто надо знать Олесю, она предельно распахнута, как творческий человек, потому что, в общем, она поэт. И для нее не существует никаких условностей или запретных тем, когда касается собственной души и собственной жизни. Поэтому она очень откровенная. Действительно, мы живем почти уже четыре десятка вместе. И поэтому, ну как, поэтому я там присутствую, ну, никуда не деться. Странно, если бы это был другой мужчина. Столько места занимал бы. Хотя я готов ее держать за руку, в том смысле, чтобы не обязательно уж все рассказывать. Я думаю, просто многие позавидовали Олесе, что там вот у нее такой муж, и она так о нем рассказывает. Я прошу показать фотосвидетельство вашей богемной жизни, фотография, которая меня потрясла. И я подумал, боже мой, это, ну, по меньшей мере, Высоцкий и Марина Влади, или, как вы называли отца Владимира, молодой пастернак. Да. Давайте посмотрим. Ну, это же молодые, стильные, богемные люди. Красивые, молодые, да. Матч, ты почти не изменил. Я есть надея. А где-то Владимир. А где-то красавцы, невозможные. Чуть-чуть изменился. Так вот объясните мне, как промысел Божий сработал, проявился в вашей жизни, что вот из такой модной, стильной, такой вот чувствующей время в моде пары, вдруг вы превратились в таких замечающих и прекрасных... Ну, на самом деле, не совсем было так, что мы так чувствовали время. Нет, нет, нет. Мы, кстати, не очень так вписывались вообще вот в эту жизнь окружающую с самого начала. Ну, а наши дети, наши дети, по счастью, из-за того, что это все было... Да, красавец. Д'Артаньян. Да? Да. Поскольку мы вот покрестились, когда только-только родились дети, и сразу там их двое старших детей, поскольку это было очень органично, и они видели, что мы сами вот... Ну, это не было что-то как бы... Это мой сын Николай. Это старший сын Николай. Он стал средний. Он зьякон, да. То есть священнический род продолжается. Да, слава Богу. Олеся Александровна, спасибо вам большое за ваши труды, спасибо вам, спасибо вам, спасибо. За эту удивительную книгу. Спасибо вам огромное. Пока отец Владимир не видит, садитесь. Спасибо. Это цветы водителю, диаконисия, поэту, козаевку или кому. В 2013 году исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Удивительно, читаешь его, и кажется, что вот только сейчас это все и написано. Идти на пролом, и кончено дело. Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговорами. Мы в Москве любим поговорить. И чтоб в этой обширной говорильне я не имел успеха, не может быть. Вот увидите, я сумею подделаться иктузам и найду себе покровительство. Так говорит молодой человек Егор Дмитриевич Глумов, герой пьесы Островского на всякого мудреца довольно простоты. Эту пьесу 11 лет назад в новой режиссерской редакции в Малом театре поставил Владимир Бейлис. Актуальность произведения Островского мы обсуждали с режиссерами и актерами Государственного Академического Малого Театра России, который теперь по праву называется Домом Островского. Когда много лет работаешь в Малом театре, вот как мы все здесь присутствующие, что-то стирается, что-то как бы становится обычным и привычным. А иногда вспоминаешь, что по этим коридорам ходили величайшие артисты и люди. В этом зале, я бы всем школьникам об этом рассказывал, в этом зале сидели Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов, причем пример... Островский, наверное. Островский, естественно. Ну, он обычно... Нет, он любил еще... Он за кулисами любил слушать, сидеть. Да. И эти места известны. Примерно, да? И вот, если рассказать школьникам... Бывали у меня такие случаи, когда вот рассказываешь, и они входят в зал, и они понимают, что они сейчас могут сесть на место Гоголя, Толстого, Достоевского. Когда мы идем на сцену и проходим мимо Ермолова... В Ермоловском фойе. В Ермоловском фойе, да. Мы тоже ведь понимаем иногда, так, знаете, так, дрожь такая, что вот тут Щепкин, вот тут Ермолова. И Александр Николаевич сидел около помощника режиссера, любил очень, и слушал свои пьесы. Слава. А у актера, вот у меня, например, я пришел в театр и какую-то играл сразу массовку. И мне дали брюки первые. Брюки. Я взял брюки какие-то и вдруг читаю. Остужев от Элло. В брюки Остужева? В брюки Остужева я надел. Это вообще музейный экспонат. Брюки и играю массовку. Боже мой, да ну вы что? Вот приблизительно так. Вот что такое малый театр. Поэтому этот зал, действительно, он производит очень такое впечатление. Вот тоже, вот уже прошло много лет, как я работаю, он на меня такое же производит, вот как намоленное место. И я с моей маленькой телевизионной камерой в 2002 году зашел за кулисы Малого театра. И в этот день был день рождения у Александра Сергеевича. Конечно же, я поэтому это и запомнил. И давайте посмотрим, что я тогда снял. 2002 год. 14 июня, Малый театр. Александр Сергеевич, добрый вечер, с днем рождения. Вот так совпало. И день рождения совпал с премьерной. Да вы играете сегодня. Я играю Мамаева, Нил Федосеевича, богатого помещика. Я считаю, я заслужил. Какие роли у меня в такой день рождения. Какие же остались уже считанные минуты. И это премьерный спектакль. Да, премьерный. Премьерный. Ну что же. Есть, конечно, волнение. Есть. Ну что скажет режиссер? Владимир Бейли, заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик спектакля. Не пуха, не пирас. Гринерный, все. Владимир Михайлович, здрасте. Александр, здрасте. Егор Дмитриевич Глумов. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Давай. Дай Богу. Хорошо. А вот этот у нас гусарный, что я исполнил. Обалдеть. Ну, слушайте, больше 10 лет прошло. Оказывается, что вчера это было. Островский очень знал женщин. Знал женскую душу. Он знал ее очень хорошо. И, ну, естественно, и свою семейную жизнь, его дневники поразительные. Все это он пытался, как в силу гениальности, да, воплотить это все в своих пьесах. Я мечтаю поставить «Грозу». Мечтаю поставить еще пьес. Сколько хватит жизни ставить Островского. Потому что в последнее время мне все поручают западную классику. А мне хочется именно Островского. Я хочу сказать, я ценю Островского и мечтаю в нем играть, потому что в нем нет уныния. В нем есть праздник. Праздник жизни. А жизнь – это праздник. Чего там говорить? И чего там говорить? Господи, хочется пожить красиво и весело. Я мечтаю уже не столько играть его героев, хотя, конечно, мечтаю. Я мечтаю вот о чем. Чтоб как можно скорее с театральной площади перед Малым театром убрали стоянку машин, чтобы сделали ремонт того уникального театра и этого зала, о котором мы сегодня много говорили. И перед этим зданием нашим любимым по-прежнему сидел Александр Николаевич Островский, потому что без него нет у нас сегодня ни театра, ни Москвы, а, может быть, отчасти и России. Сейчас в Малом театре непростой период. Реконструируется историческая сцена. Реставрация, реконструкция, отношение к памяти прошлого – важная тема, которую также мы обсуждали в этой студии совсем недавно с настоящими профессионалами этого дела. Эту программу сейчас мы готовим к эфиру, и вы увидите ее в одной из ближайших пятниц. Сейчас мы покажем вам только маленький фрагмент. И вот сейчас предстоит жуткое, это ужасное слово – реконструкция. Как оно будет проходить, на какое время рассчитано, и как вы будете жить, работать и существовать в этот период? Ну, что значит, я скажу, нет, мы не боимся, это не от меня все зависит, и от нашего коллектива. Во всяком случае, мы никого не хотим удивлять. Мы хотим оставить это здание еще на те годы, которые оно существует, хотя бы. Значит, вот видите, оно трещит. Оно трещит. Так, если пройдете, поинтересуетесь, то это еще и ремонт, который мы ведем уже полгода, никто об этом не знает, и даже наши работники. В подвалах. Для того, чтобы укрепить это здание, там нужно возвести такую плиту, потому что под нами и вообще под театральной площадью много очень воды, озера, так сказать. Мы это делали уже в 91-м гору. В году мы фундамент укрепляли это. И если вы пройдете, то увидите по сегодняшний день, по коридорам такие металлические прутья как бы связывают. Вот вы когда сюда шли, не обращали внимания? А вроде как турники такие, знаете? Так вот это стяжки, которые уже 20 лет держат здание вот в том состоянии, которое прошло много лет все-таки. Теперь наша задача сохранить все, что есть так, как есть. Ничего не изменять. Чтобы эту задачу выполнить, Юрий Мефодич сидит сейчас в своем кабинете. Я был в театре на прошлой неделе, уже подойти к нему нельзя, потому что пыль, сняли полы в подъезде дирекции, стены. И понятно, что вот там, куда ступала нога Великих Остужева, Ермоловы, уже нету этих ни кирпичей, ни стен, ничего. И вот только кабинет, который Юрий Мефодич еще как-то бдит и охраняет, потому что кабинет, в котором сидел народный артист СССР Михаил Иванович Царев, а до него Сумбатов Южин, князь. То есть это наше национальное достояние, малый театр. Вот как это все пережить? Надо, чтобы в стране снова действовал Федеральный научно-методический совет по сохранению культурного наследия Министерства культуры. В свое время, с 90-х годов примерно, в течение десятилетий, он очень много значил, этот совет. И я помню, что там каждый проект рассматривался с точки зрения как раз сохранения аутентичного материала и форм. Многое удавалось. Но сейчас решают чиновники. Все-таки, наверное, когда мы говорим о реставрации, в первую очередь самое важное – это сохранение вот этой исторической памяти, генетической памяти народа нашего. Да, да, вы правы, да. Ну, это все имеет отношение вообще к национальному самосознанию. И без этой памяти мы не можем быть нацией. Мне кажется, человек созидающий не может разрушать. Тут вопрос вот в том, что если ты созидаешь что-то, то ты не можешь поднять руку не в зависимости от того, к какой культуре это принадлежит, а потому что ты понимаешь, что это труд, что это душа, что это работа, что это… Ты не станешь разрушать. 2014 год объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Объявленное об этом решении было заранее, и неравнодушные люди, не дожидаясь формального наступления Нового года, уже начали что-то делать. Станислав Говорухин написал статью «Пора развернуть Общероссийский народный фронт в поддержку нашей культуры», которая сразу вызвала широкий общественный резонанс. В том выпуске гостями нашей студии стали люди, которые именно культуру, а не полезные ископаемые, считают самым ценным достоянием нашей страны. Давайте послушаем. Нужна государственная политика… В области культуры, стратегии. Ее очень просто проработать. И я предложил это, чтобы это было… И вот я жду, что сейчас все-таки мы, так сказать, зашевелимся, потому что уже президент просит об этом. Придется думать. Вы все поддерживаете вот это мнение, что вот эта стратегия нужна? Безусловно. Конечно. Просто все за. Какое-то движение осмысленное возможно только тогда, когда понимаешь свои цели и задачи. Вот сейчас я просто хочу даже процитировать нашу Конституцию. Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 13. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность, общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные изменения основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, и подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Вот как быть? Может быть, пришло то время, когда уже надо и Конституцию поменять? Его понаплели. И вы, главное, вы говорите, что это наша Конституция. Это не наша Конституция. Вот этот пункт – это их. Это американская, типично, понимаете, подход. Кстати, в этом году 20 лет. Это надо менять. Это просто надо менять. Этот пункт. Но Конституция – это такая священная корова, не так-то просто на нее замахнуться. На основу законодательства о культуре действительно нуждаются в принятии нового закона. Это не всякого сомнения. Я думаю, что этот год как раз поможет осмыслить ближайшую стратегию в этой связи. Принять новые законы с новой деятельностью. Общероссийский народный фронт, как вы считаете, сможет повлиять на это? Потому что изменить Конституцию – это шаг очень серьезный. Всю Конституцию, но по пунктам надо поглядеть. Потому что это осколок с американской Конституцией. И что нам теперь всем молчать? Кстати, вот эта Конституция, она продукт такого секулярного общества. Там нет даже апелляции к Богу. Как во многих странах Конституции начинаются с апелляции к Богу, у нас это вообще не. В национальной безопасности, о чем и говорится-то. Вот оно и есть, прямую идет. Если мы сейчас не говорим нечто о том, что как возродить духовную жизнь, как человека повернуть лицом к прекрасному, к доброму, научить его понимать поэзию. Ведь я спрашиваю своих детей многих, они ведь Лермонтова не читали, не знают, что такое с души, как бремя скатится. И так легко-легко это. Аж кто это написал? И верится, и плачется. И так легко-легко. И, к сожалению, вот этот процесс деградации, он продолжается. Вот это будет подрыв национальной безопасности. А этому мы должны всем миром, в том числе и Церковь, в свою очередь, в силу присущей ей задачи, быть на передовой духовной жизни. Всегда поддерживать эти начинания. Поэтому год культуры, если он будет правильно понят всеми, будет очень своевремененен, я так считаю. Быть может, осудят меня за то, что я сейчас буду говорить, но кто это писал? Это писали враги Отечества, которые развалили то, что нам оставили наши предки. С этим надо разбираться. И не бояться этого, что тебя обвиняют, ты посягаешь на самое святое. Для меня святое и Евангелие, и заповеди, по которым я пытаюсь жить. Вот это для меня-то святое. Главный вывод, который сделали участники этой дискуссии, в том, что возрождение национальной культуры начинать надо с образования. В разгар выпускных и вступительных экзаменов мы связались с ректорами ведущих творческих вузов страны, а в эту студию пришли абитуриенты и преподаватели. Мы обсуждали острые вопросы, связанные с воспитанием и образованием молодого поколения. Прямо сейчас на прямой связи с нашей студией народный артист России, профессор, лектор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Евгений Владимирович, здравствуйте, вы слышите меня? Да, да, слышу, здравствуйте. Евгений Владимирович, как вы оцениваете общий культурный уровень ваших абитуриентов в этом году? Чтобы не обижать ни школы, ни абитуриентов, я скажу, что средний уровень. То есть такое среднее образование. И также прямо сейчас на прямой связи с нами ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, профессор Борис Любимов. Борис Николаевич, а вы меня слышите? Да, конечно, слышу. Как вы оцениваете общий культурный уровень ваших абитуриентов в этом году? Почему такой тягостный вздох? Ну, потому что особо радоваться-то не приходится. Дело в том, что ректор, как правило, имеет дело потом, скажем, со служебными записками или объяснительными записками, которые пишут студенты. Когда ты в них обнаруживаешь на четырех строчках три-четыре ошибки грамматические, то ты понимаешь, что не идеально изучали русский язык в наших школах. Когда на занятиях по мастерству актера приходится студентам объяснять не занятиях по истории русской литературы, а на занятиях по мастерству актера, то такие Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, далее по списку, ты понимаешь, что многого они, конечно, не добрали. Но ничего, добирают здесь. А ЕГЭ, я хочу вас спросить, имеют ли его результаты для вас значения? Ну, для нашего вуза практически не имеет никакого, хотя балл ЕГЭ учитывается, но для нас основным являются творческие конкурсы. Борис Николаевич, а ваше мнение о ЕГЭ какое? Есть еще один серьезный момент, который требует дискуссии, и, кстати, я знаю, что в Думе и собираются, дальше, совершенствовать саму систему ЕГЭ. Я вот ее не касаюсь, хочу сказать об одном. Момент тестирования, тестовый характер. Но ведь это одно дело, когда человек играет в игре, там, как выиграть 10 миллионов. Кто хочет стать миллионером, только нельзя звонить другу, потому что телефоны отбирают. Да, это одна история. Но и совсем другая история. Это глубокий экзамен по специальности. Мы выигрываем, может быть, в отточенных формулировках, мы вообще мастера Твиттера. Но боюсь, что у нас чемпионом Твиттера была бы людоедка Эллочка. Правда, она замечательно умела говорить, односложно, одним предложением и так далее. Я боюсь, что и с таким способом через 10 лет руководство нашей страны потеряет своих спичрайтеров. Потому что сочинение, которое сейчас не пишется, и это одна из очень больших бед, оно вырабатывает не блеск, может быть, формулировок, а точность одной формулировки. Оно дает глубину мысли того, кто пишет сочинение, объем ее. Я вспоминаю высказывание Максима Горького, который говорил «Всему лучшему в себе я обязан книгам». В общем-то, человек сам себя сделал. Это хорошо. Сам себя сделал. Он хотел себя сделать, поэтому он брал книгу и читал ее. А человек, который не хочет себя сделать, он не возьмет книгу и не берет ее. Поэтому только сам себя человек может научить. Никакая школа. Либо розги, либо тогда тебя заставляют учиться, заставляют из-под палки. Как угодно, с каким угодно трудом. Как вот заставляют. Тогда, может быть, что-то такое получится. Тот, кто хочет взять здесь, это ведь тоже очень существенный момент, кто-то хочет получить минимум и потом выскочить в сериал и зацепиться за это дело, и дальше, так сказать, ты уже пошел вот такой сериальный артист. А кто-то хочет идти вглубь. Это было, опять-таки, свойство русского актера и в 19 веке, и в 20 веке. Русские актеры от первых русских актеров до великих русских актеров 19 века, Щепкина, Ермоловой, до актеров 20 века, мхатовских актеров, до актеров современников, которых я очень хорошо помнил. Это были очень начитанные люди. Я думаю, здесь еще одна цитата будет уместна. Михаил Щепкин сказал, мало быть артистом, надо быть образованным человеком, ответственным за свои поступки и действия. Вы согласны, Евгений Владимирович, с высказыванием Щепкина? Совершенно верно. Я соглашаюсь с этим высказыванием. А у нас наш основопожелник Евгений Берутенович Вахтанков. Так вот, он говорил нам, что не важно научить, а важно воспитать. Важно сказать человеку, что ты должен учиться, что ты должен воспитать себя, что ты должен сделать гражданина. То, что ты приходишь к актерской профессии, это не просто ремесленническая профессия, это профессия, стоящая немножечко над. Ты выходишь к людям, чтобы что сделать, чтобы принести что-то светлое, что-то нужное, чтобы полезное, что-то важное. Чтобы соприкоснуться, чтобы коснуться к душе, к уму, к чувствам, к эмоциям человека. А для того, чтобы к ним соприкоснуться, ты должен этим обладать сам. Поэтому ты должен, прежде всего, научить себя сам. И наша задача – научить их учиться. И если они научатся, то тогда старание и труд все перетрут, без труда не вынешь рыбку из пруда и так далее, и так далее. Евгений Владимирович, спасибо вам большое. Борис Николаевич и вам спасибо за это интервью. Спасибо. Спасибо. Напомню, на прямой связи с нашей студией были лекторы ведущих театральных вузов нашей страны. Я думаю, вы, как коллеги Евгений Владимирович и Бориса Николаевича, вам тоже есть что сказать и либо согласиться, либо нет. Вот каков общий уровень ваших абитуриентов вы увидели в этом году? Как вы его можете оценить? Вы знаете, говорят, 10 лет ЭГЭ, что совершенствование идет, как бы программа советская плохая была, там сейчас все совершенствуется. На самом деле, культурный уровень абитуриентов, так, никого не обижаю, все равно падает каждый год. Об этом всегда все говорят. Это не то, что мне еще рано стариковские такие, как бы, стереотипы, наверное, что раньше было лучше, там и все были чище. Нет, сейчас есть очень талантливые ребята и девушки, и очень хорошие есть потенциально, как бы, у людей стремление вот и к искусству. Но уровень знаний, какой-то уровень, я не знаю, ответственности себя по отношению к этим знаниям, вот, он снижается. То есть, об этом говорят все. И, естественно, уважаемые ректоры, вот они, наверное, то же самое имели в виду, потому что люди, живя там, приезжают из Ярославля абитуриенты, в церкви ли пророка была, спрашиваю, а это где? Училась в художественном училище, туда из Японии ездят смотреть фрески, понимаете, она не дошла. Хорошая девушка с таким лицом, как из слова о полку Игореве, и все, и бы из розец повесить бы на шею, вот, зеленые носить. Это, может быть, в стиле нашей эпохи, вот, и тоже ЭГЭ, это, значит, какая-то зубрежка, усредненные знания. Потом по литературе вопросы, но их без слез, я не могу их без слез читать, там, мне кажется, это какой-то идиотизм просто. Вот это все постичь правильно, порастаив акценты, как надо в ЭГЭ, я не согласен с каждой, с каждой, как бы, постановкой вопроса в любом вопросе по литературе. Вот, но это мои личные проблемы, и, может быть, они проблемы ЭГЭ, но, тем не менее, я своим детям пытаюсь как-то навязать какие-то более, честно говоря, решения, взятые немножко из более глубоких каких-то источников. И от студентов такого же хотим, но этим надо заниматься, это надо насильственное вливание культуры, оно кому-то полезно, кому-то нет, но вообще плоды свои дает. Важный вопрос, как преподаются в школе литература и история. Российское общество никогда не уйдет от событий прошлого и не забудет роль 20 века в истории нашей страны. Он – часть нашего исторического пути, он в памяти сердца. Зная и помня его, мы пытаемся понять, откуда мы и куда идем, взять хотя бы нашу великую победу. Сегодняшние школьники не могут помнить событий той войны, их еще не было на свете, но они должны знать. Знать о подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова. Давайте сейчас посмотрим фрагмент программы, посвященной празднику 9 мая. Зоя Космодемьянская. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ее образ, отделившись от реальной биографии, стал служить одной из опор самосознания советского народа. Тысячи красноармейцев писали фронтовые треугольнички домой, матерям, девушкам, говоря, что завтра идут в атаку, желая отомстить врагу за Зою. Прошли годы. Советские войска разгромили фашистов. Наступило мирное время. Но и после войны имя Зои Космодемьянской не забыли. В 61-м году Мемориальный музей семьи Космодемьянских был открыт и в родной Зоиной школе в Москве. Девчонки, вот какие чувства вы испытали, когда впервые познакомились с историей Зои? Как это вообще произошло? Или вы уже изначально, когда поступили в эту школу, узнали, что эта школа особенная и с ней связано имя Зои? Поступая в школу, мы уже знали, что эта школа носит имя Зои Александра Космодемьянских. Но подробную историю о Зое и Саше мы получили только в музее при первой экскурсии, которую проводила Наталья Валентиновна. Вот что изменилось? Может быть, что-то вот щелкнуло внутри после вот этой первой экскурсии? Вот в тебе изменилось что-то? Ты стала к чему-то по-другому относиться после этого? Да, мне, конечно, было грустно. И я впервые поняла, насколько действительно важно знать свою историю о героях Советского Союза, о героях Второй мировой войны, потому что они действительно для нас так много сделали. И был еще один человек, которого сегодня хочется вспомнить, тоже герой Советского Союза Александр Матросов. Кстати, ровно 70 лет назад Александр Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. И в этом году ему бы могло исполниться 89, а тогда ему было 19. И вот он тоже своей жизнью, своим поступком воплотил эту евангельскую заповедь. Нет выше подвига, чем отдать свою жизнь за други своя. Давайте посмотрим сюжет и вспомним этот подвиг. Там было три дзота, два из которых уничтожить удалось, а третий никак не поддавался. И тогда рядовой Матросов, рядовой Огурцов поползли вперед. Огурцовы ранили, и Матросов пополз вперед один. Он кинул гранату, но пулеваться никак не мог замолчать. Как реагируют посетители этого музея? Мне кажется, что все очень близко чувствуют это, все этим интересуются, потому что это важно. Это же история нашей страны, наших с вами соотечественников. Это школьники, одноклассники, учащиеся в вашей школе или из других школ тоже кто-то приезжает? К нам приезжают и из других школ, но в основном мы знакомим с нашим музеем ребят из нашей школы. Мои одноклассники тоже были, младший класс. Обязательно первоклассников всех знакомим. Вы смотрите Камы Гридеши, и сегодня мы вспоминаем самые яркие эфиры прошедшего года. Инициатива создания единого учебника истории, исходящей от президента, вызвала широкий общественный резонанс и активную дискуссию в нашей студии. Давайте посмотрим. Святейший перед праздником Великой Победы сказал, что у России всегда были великие герои. Это Александр Невский, Дмитрий Донской, Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. И то есть вот в одной фразе он объединил и советский период, и тысячелетний период в великой истории России, и из уст первой иерарха церкви. Вот я в который раз удивился, как просто и как мудро Кирилл сформулировал. А это не удивляет на самом деле, потому что Космодемьянская была ведь дочерью священника. Дочерь священника и при этом происхождение, это было храма Космой и Демиана. Космой и Демиана, конечно, даже сама фамилия. Вы знаете, все-таки действительно речь идет о единстве. Мы должны, насколько это не трудно вот сейчас, всегда, вот единство это трудная вещь. Самое трудное в этом мире это единство. Вообще, единство там, где Господь, там, где единство. Дьявол, он разрушает единство, раздробляет. И даже если не смотреть на это с богословской точки зрения, просто я уж не говорю о том, что церковь живет, допустим, так, что словами Христа, о том, что царство, разделившееся в себе, оно не устоит. Мы сейчас, наше общее раздроблено, страшно раздроблено. И если мы не соберемся, мы действительно не устоим. Мы слишком, наша земля, наше богатство, они слишком заманчивы для этого мира, чтобы оставить нас просто так. Поэтому нам нужно собираться. Так, может быть, для этого и необходима какая-то национальная идея, вокруг чего собираться? Как вот просто так собираться в нашем обществе потребления? А вы знаете, собираться вокруг правды. Я очень рад, что ключевые вещи сегодня на этой программе прозвучали. И в заключение мне бы хотелось, чтобы каждый из вас сказал, чего он ждет от этого нового, единого учебника истории. Я, конечно, надеюсь, что этот учебник, как я уже сказал, будет интересен, прежде всего, ученикам, чтобы он будет полезен учителям. Надеюсь, что этот учебник в каких-то вопросах, конечно, расставит точки над «и», особенно над такими спорными вопросами, как Вторая мировая война, последние 20-30 лет нашей жизни, то есть современный период России. Потому что действительно, да, мы сегодня говорили о правде, нужно уходить от лжи, нам уже не нужен тот подход к истории, очень такой, знаете, формальный, фрагментарный, поверхностный. Здесь нужен фундаментальный подход к историческим, к осмыслению исторического прошлого. А к вопросу о том, нужны ли герои, конечно, они нужны. Потому что, взирая на жизнь этих людей, на жизнь великих людей в нашей русской истории, да, наша сегодняшняя жизнь, жизнь наших молодых людей, молодежи, учеников, она будет становиться лучше. Они будут к чему-то стремиться. Ну, мне хотелось бы, наверное, чтобы он был написан более понятным языком. Потому что в свое время я столкнулась с тем, что мне просто было непонятно, о чем я читала. Вот, если бы не пояснение учителя, я бы просто не понимала. То есть самое главное, на мой взгляд, это вот человеческий фактор, вот этот вот дух такой народности, чтобы вот... Ну, снова заговорили о патриотизме. Потому что каждый человек, который родился в России, он должен быть пропитан этим вот... Русский дух в нем должен жить. Но просто нужно ему помочь выпорхнуть наружу. Я многого не ожидаю от этого учебника. И я думаю, что это не страшно. Я думаю, что все равно это должен быть шаг к осмыслению самих себя, своей истории, своего смысла существования. Вот, если это будет, вот, скажем, учебник о нас и для нас, это книга. Вот книга, она должна быть книга жизни. Книга формирования нации. Несмотря на разные национальности, дух должен быть один. Ну, я надеюсь, что это какой-то небольшой шажок в этом будет. Самое главное, что у нас талантливая молодежь есть. И ей небезразлична судьба страны. В год экологической культуры и охраны окружающей среды гостями этой студии стали учащиеся школы с экологическим уклоном, которые уже разрабатывают и внедряют свои серьезные проекты. Мой проект заключается в проектировке. Ну, то есть... Название скажи. Умный дом. Умный дом. Целью проекта являлась... Дом, это который за городом и где-то находится? Или квартира? Не важно. Или вообще дом? Квартира и дом. То, что внутри. То, что внутри. Целью проекта являлась, как таково, спланировать дом, который в меньшей мере будет потреблять невозобновляемые ресурсы. То есть совмещающие и удобство, и полезность с приятным. Скажем так. То есть он совмещал и те наработки, которые уже применяются, например, такие как датчики движения световые. И, ну, мои собственные... Это для экономии света. Света, да. Экономия света, воды, все что угодно. Ну, то, что ты сам придумал. Расскажи, вот что ты там придумал. Ну, например, моя, собственно, наработка – это тренажерный зал, который будет перекачивать воду в бак, расположенный на чердаке дома. А, то есть все не зря все физические упражнения на тренажерах будут. С помощью электроники можно будет вести учет работы своей. Конечно же, будут иметься автоматические насосы, с помощью которых будет происходить водоснабжение. Но также можно будет использовать собственную физическую силу. То есть не зря. Проблема в том, что проект пока привлекает, мало внимания. То есть я, конечно, в прошлом году очень много выступал, старался как можно больше продвинуть его. Но пока получается плоховато, скажем так. Но определенные успехи у меня уже есть. Не опускайте руки. В основе всего была идея. Оля знает, как продвигать проекты. Кулибины у нас не перевелись еще на Руси. Не опускайте руки. Верьте в это, и обязательно у вас все получится. Егор, что ты исследуешь? Измайловские пруды? Верно. Я исследую Измайловские пруды около четырех лет уже. Последний мой проект, который я сейчас делаю, всего их у меня три насчитывается, это сравнение загородных, то есть то, что находится за чертой города водоемов, и который находится в городской черте водоемов. Но, к сожалению, как вы, наверное, уже сами понимаете, в городской черте все гораздо хуже. Допустим, я сравнил четыре Измайловских пруда. Красный, лебедянский, совхозный и декоративный. Результаты плачевные, честно говоря. В чем это выражается? В неприкудности воды как для питья, так и для купания. Несмотря на это весной или летом, когда у нас аномальная жара в городе, в городе это еще особенно отражается, народ, конечно же, лезет купаться. И подвергает свое здоровье очень большому риску. Допустим, ту же рыбу из прудов ловить нельзя. Хотя я нередко замечал рыбаков. Так вот что делать? Вот каким выводом ты пришел? Что нужно делать в первую очередь, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Ну, придется сразу несколько пунктов выполнять. Во-первых, нужно просвещать граждан, чем мы и занимаемся. Взращивать экологические труды. Это раз. Потому что если мы не будем как-то это обосновывать, то наши труды пойдут на осмарку все равно. То есть сколько они будут закрязнять, столько и останется. Это раз. Второе, это, конечно же, государство. С государством тоже обязательно нужно поговорить. Как минимум. С этого надо начинать с головы. Не только. Я с вами в этом пункте не согласен. Потому что нужно начинать и с населения, и с государства. Параллельно это все. Параллельно. Комплексно. Комплексно. Третье, это, конечно же, произвести очистку тех же прудов. Вы знаете, вот мы столько уже так приятно общаемся, а ключевое слово, угрожающее, которое вот нависло над нами, это мусор. Ну что, ребята, сейчас мы посмотрим, чему вас научили в вашей экологической школе. Мы приготовили импровизированные ящики для раздельного мусора. Вот достаточно ли их? В принципе, да, достаточно. Это основные сорта мусора, по которым распределяется непосредственно сам мусор в городах. Для города этого вполне достаточно. То есть это стекло, бумага, картон, пластика и пищевые отходы. Пищевые отходы, да. Мы приготовили для вас целую корзину мусорную. Вот покажите нам, как правильно это делать. Ничего сложного нету. Просто берется мусор, и я думаю, вполне понятно всем, что к чему относится. Вообще, есть несколько способов перерабатывать мусор. Также можно это сделать самостоятельно, пожалуйста. У нас есть веселые фигурки, которые сделали сами дети из мусора. Я думаю, Лариса Дмитриевна... То есть вот это все сделано из мусора? Конечно. Смотрите, это же салфетки. Использованные салфетки. Потрясающе. Так, объясните мне вот пользу вот такой раскладки. Ну, во-первых, это ускоряет производство. То есть та же отдельно сортированная бумага, она гораздо легче перерабатывается. Ну, это, по сути, сбор макулатуры такой. По сути, сбор макулатуры. Конечно, жалко, что нет еще контейнера для железа, потому что это было бы тоже очень замечательно, но ничего страшного. Так а батарейки куда складывать? Аккумуляторы разные? Повторное производство. То есть, получается, у нас недостаточно ящиков, нужны еще какие-то специальные? Скорее, недостаточная инициатива со стороны государства. То есть это нужно вообще куда-то сдавать, аккумуляторы, получается? Можно сдавать. Существуют специальные, то есть они уже есть. Вопрос в том, что их просто мало, этих контейнеров для отработанных батареек и ламп. И уровень культуры очень низкий. Например, у нас есть металлический мусор, здесь не хватает как раз-таки контейнера для металлического мусора. Вы знаете, у нас лень просто в урну что-то выбросить, а уж на четыре части распределить, по-моему, это вообще невозможно. То есть, видите, мы опять возвращаемся к тому вопросу, что нет воспитания. Воспитывается. Если у нас растут такие экологи, думаю, за зеленые будущие планеты можно быть спокойным. И закончить наше новогоднее обозрение хочется знакомством с юными гостями из молодежного ансамбля старинной музыки «Ла Кампанелла». Внимание! Паков репертуар вашего ансамбля и как он образовался? Ну, это два вопроса. На первый отвечу, что репертуар наш очень широкий. Мы играем музыку, начиная с 13 века и заканчивая 20 веком. То есть, все-таки она старинная, это не музыка 21 века. Нет, я просто говорю, что мы играем все, мы можем и 21 с удовольствием сыграть, но все-таки мы специализируемся на старинной музыке. Это вот с 13 по 17, наши любимые, 18 век мы можем захватить. Вот это вот наши любимые века. Что касается ансамбля, то ему 11 лет. В музыкальной школе имени Юргенсона, где я преподаю, просто вот собрались дети, которым понравилось играть, и мы немножечко попробовали. Это было 11 лет назад. Ну вот маленькая прекрасная принцесса Лиза, скажи мне, что тебя привлекает в старинной музыке, на каком инструменте ты играешь, что тебе нравится в твоем музыкальном деле? Я играю на блокфлейте. Блокфлейте? А чем она от обычной флейты отличается? Обычная, поперечная, на ней играешь вот так, а на блокфлейте вот так. А, с какого возраста ты начала заниматься музыкой и почему выбрала именно флейту? Семь лет. Семь лет. А сейчас тебе сколько? Девять. Два года. И почему старинная музыка? На самом деле все началось совершенно с другого. Так. Моя музыкальная руководительница в детском саду, мы шли записываться на скрипку в музыкальной школе. Мама совершенно этого не хотела. Но мы встречаем эту руководительницу, и она говорит, вот есть такая Светлана Борисовна, там будете выступать в красивых платьях и заниматься по 10 минут. Мы согласились и пошли на блокфлейту. Время нашего эфира подходит к концу. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и прощаюсь до встречи в этой студии в 2014 году. Следующий эфир у нас рождественский, будет много сюрпризов. А сейчас музыкальный номер. Слушаем молодежный ансамбль старинной музыки «Ля Кампанелла». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok